Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Тарарина. В этом видео я расскажу вам о том, из каких направлений, средств, загашников и тайничков обычно мы получаем энергию. Ни для кого из вас не секрет, что у человека есть разные источники энергии. Сегодня я хочу сделать акцент в этом видео на том источнике энергии, который называется сон. Часто принято говорить о том, что очень важно определить, какое количество часов в норме вам необходимо спать каждый день для того, чтобы вы просыпались бодрым. Как психотерапевт с 19-летним опытом, я утверждаю, что когда мы не высыпаемся, мы принимаем неправильные решения, которые приводят нас к жизни, где мы постоянно живем на надрыве. Поэтому для меня одним из главных критериев взрослости, моих клиентов, учеников и коллег и также самой себя является количество сна, которое человек может себе позволить в своей жизни и то, которое он сумел организовать. И если вы думаете, что час ночной глажки или утреннее приготовление борща вместо досыпания спасет вашу жизнь, нет, это не так. Вы сварите борщ, но сорветесь на своего ребенка. Вы сделаете что-то вечером, но в середине дня провалитесь в негативное, отрицательное эмоциональное состояние. И так будет происходить постоянно, до тех пор, пока вы не определите то количество сна, которое вам необходимо и в буквальном смысле слова не будете сражаться за это время. Не нужно кричать на других и близких, что мама легла спать, отойдите все, не мешайте мне и так далее. Для того, чтобы наш сон проходил в хорошей, благостной, тихой, комфортной для нас обстановке, нужно делать немного другое. Мы должны быть внимательны за тем, как мы общаемся на неделе с другими людьми и какое сознание у другого человека остается после того, как мы с ним пообщались. Стремитесь к таким разговорам, чтобы люди после контакта с вами оставались в мягком, приятном чувстве, хороших мыслях о себе и о других людях, потому что это одно из глубоких, очень глубинных оснований, и фундаментов, на которые опирается наш спокойный сон и вообще его возможность. Второй важный момент, на который стоит обратить внимание, это то, в каком состоянии мы засыпаем. Сколько времени вы проводите в душе? Как долго вы даете себе возможность наслаждаться контактом с водой? Ведь известно еще с самого детства, что контакт с водой очень приятен для нашего тела. Это оказывает на тело успокоительный, релаксационный эффект. И в контакте с водой очень часто к нам приходят мысли, которые помогают нам через какое-то время подняться на более глубокий виток размышлений в важных сферах нашей жизни. Поэтому дайте себе контакта с водой достаточно. Также дайте вашему телу питание. Может быть, это будет крем для кожи или какой-то легкий массаж. Или что-то еще, что вы точно знаете, вашему телу приятно. Это очень важно. Перед тем, как ваше тело отправляется в путешествие под названием сон, снарядить его достаточным количеством контактов, благословений, наслаждений. Заботьтесь о своем теле. Ваша забота 5, 10, 15 минут о своем теле перед сном в прямом смысле слова вернется к вам на следующий день той энергией, драйвом, адреналином, который вы будете использовать для своих задач. Или отсутствием этой энергии. Очень неправильно засыпать, когда мы с вами упрекаем себя, осуждаем, вспоминаем, что мы чего-то не доделали, что-то забыли, и что в разговоре нужно было сказать вот это, а вот этому человеку отправить вот это, а я этого не сделал. Это очень неразумно засыпать в таком состоянии. И да, очень разумно засыпать в состоянии благодарности в своей жизни за то, что сегодня у меня был этот день, за то, что сегодня у меня была возможность позвонить своим родителям, говорить, за то, что мое тело функционировало сегодня, за то, что с моими родными и близкими сегодня не произошло чего-то самого страшного, за то, что сегодня у меня была возможность проявить заботу, щедрость, поделиться с кем-то знаниями или поддержать кого-то. И если я засыпаю в таком состоянии, то для моего подсознания это буквально указатель о том, чем я хочу заниматься всю свою жизнь. Это якорь, призывающий наше бессознательное к тому, что я хочу быть причиной для счастья других людей. Я хочу, чтобы мои услуги и товары делали жизнь других людей лучше. Я хочу быть видимым, и в этой видимости я хочу помогать. Я хочу стать тем, через кого в этот мир будут к людям приходить разные блага. Так, например, часто через врачей, которые лечат людей, к людям приходит здоровье. Через банковского сотрудника к людям приходит кредит или какая-то сумма, которая необходима. Через разных людей в нашу жизнь приходят разные ресурсы. Так вот представьте, что есть люди, которые являются ресурсом счастья. И это очень важно, фантазировать о том, может быть, я являюсь тем самым особенным человеком, благодаря которому люди станут счастливыми. И чтобы все эти мысли уместились в голове, их очень важно напоминать себе именно перед сном. Заботьтесь о том, как вы засыпаете. Заботьтесь о том, как вы спите. Если вам нужно одеть маску для сна, или беруши, может быть, потому что ваше пространство пока еще шумное. Или, может быть, взять очень комфортный, удобный тканевый мешочек, наполненный гречневой шелухой, который дает небольшой легкий приятный вес. Это специальные мешочки для медитации или для сна. И когда эти мешочки погружаются на ваши глаза, вы засыпаете легко, свободно. Ваш сон более глубокий. И существует еще очень много подсказок, которые лично для вас могут стать ключиками для воссоздания прекрасной жизни в состоянии сна. Поразмышляйте над этим. Ведь ваш сон – это дело ваших собственных рук. Меня зовут Елена Тарарина. И я приглашаю вас заботиться о себе. Потому что быть человеком, у которого есть проблемы в здоровье, не очень хорошая идея. Нам очень важно, чтобы мы были здоровы и успели реализовать свои цели, мечты и желания. И если это видео было для вас полезно и вы взяли для себя то, над чем вы обязательно подумаете, поработаете, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик. И тогда вы будете получать информацию о наших новых видео. До встречи!